Внимание всем! Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 41-31-11. Это мы на первом свидании. А это мы любуемся закатом у моря. И знаешь, он мне сделал предложение, и мы женимся! Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» приглашают будущих молодоженов принять участие в фотоконкурсе «Кто куда, а мы жениться». С 27 мая выкладывайте свои самые романтичные фотографии на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены призами. «Кто куда, а мы жениться». Партнер конкурса «Салон печати Чили». Участок совсем зарос. Нужен помощник. На заводе в Петербурге выпускают мотоблоки и культиваторы «Нева». Мощные, универсальные, надежные. Мототехника «Нева». Техника, которая работает. Смотрите сегодня в новостях. Отопительный сезон окончен. Что отключат в первую очередь? Куда уходят деньги? В какие ТСЖ? Собственники одного из товариществ, собственников жилья, бьют тревогу. Должники по квартплате практически довели дома до аварийного состояния. Все выше и выше. В Братске прошли традиционные соревнования по скалолазанию на естественном рельефе. Ночь, улица, фонарь и фотоаппарат. В Братске состоялся практический мастер-класс по так называемому фризлайту. Всего три дня понадобилось брачанам, чтобы изуродовать топиарного медведя. Что будет со скульптурой дальше? Топиарного медведя у тайги завтра демонтируют. Мишка не прожил и трех дней. Фигуру поставили 24 мая. А к 27 числу из него была уже выдрана практически половина травы. Завтра косолапого повезут на реставрацию. Скорее всего, говорят представители дорожной службы Братска, в следующий раз медведя горожане увидят в новом исполнении. Как точно он будет выглядеть, пока неизвестно. Мишку хотят сделать твердым, без земли и травы. Поставят его здесь же, у гостиницы Тайга. Напомним, на этой неделе возле администрации должны были поставить еще одну фигуру – лося. Но появится ли она, учитывая ситуацию с медведем, пока остается под вопросом. Серьезная авария произошла на трассе Братск-Устилимск вечером минувшей субботы. По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота Корона Премия на повороте съехал с дороги и врезался в земляной вал. К счастью, обошлось без жертв. 26-летний водитель и 17-летняя девушка-пассажир с травмами доставлены в больницу. Сейчас проводится расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Возможно, водитель мог уснуть за рулем. Тут даже перил нет, сокрушается Валентина Михайловна. Когда и при каких обстоятельствах они исчезли, вопрос, на который сейчас вряд ли кто-то ответит. Пенсионерка показывает журналистам условия, в которых живет около сотни семей. Так выглядит рядовой подъезд, товарищество, собственников жилья, семья. А вот так выглядит рядовой подвал. В этом есть даже своя достопримечательность. Сквозь прохудившиеся трубы уже год как течет вода. Отчего зимой, рассказывает пожилая женщина, к полу примерзают ковры. Впрочем, на этом список бед не ограничивается. С декабря месяца 2012 года наши дома не убираются вообще. У нас нет дворников, нас не обслуживают сантехники, нас не обслуживает аварийная служба. У нас все разбито, все идет в упадок, вообще ужас. Вот напрашивается такой вопрос. Мы платим за, как говорится, за все услуги. А куда уходят наши деньги, неизвестно. За содержание и ремонт дома Валентина Михайловна исправно платит по 533 рубля в месяц. Кстати, одна из немногих. Примерно половина всех собственников жилья в ТСЖ – злостные неплательщики. Жильцы семи двухэтажных домов по улице Мира накопили долгов более чем на 2,5 миллиона рублей. До недавнего времени почти все деньги за содержание и ремонт вместо вызовов сантехников и аварийных бригад шли на погашение долгов перед поставщиками воды и тепла. До Нового года, до Нового года, вот те средства, которые поступали, иркутская энергия, нужно было рассчитываться, нужно было, чтобы хоть как-то дома были с теплом, с водой, приходилось эти деньги тратить сюда. Потом у нас был пожар по мере 3А. Сюда какие-то вложения были. И сейчас мы только-только успели рассчитаться за тепло, для того, чтобы хоть как-то жильцы жили с теплом и с водой. Последствия пожара в этом доме видны до сих пор. На их устранение тоже нет денег. Валентина Михайловна уже собирала общее собрание жильцов, но должники на него просто не явились. Быть новым председателем ТСЖ никто не пожелал. А к предложению взять на управление 7 домов с двухмиллионным долгом управляющие компании отнеслись с осторожностью. Сейчас мы хотим еще обратиться в Белый дом, пойдем в администрацию, прям туда, в администрацию города. И если администрация нам ничего не это, значит будем в суд подавать. А как еще? Августа Досоева пока не видит другого выхода из ситуации, как повышать цену за жилищные услуги. Графа ремонта содержания в расчетках ТСЖ не менялись уже 5 лет. В любом случае капитального ремонта жители домов Памира вряд ли увидят. Ситуация с этими двухэтажками типична для деревянных домов Братска. Их проще расселить, чем отремонтировать. Некоторые дома в ТСЖ семья уже признаны ветхими и аварийными. Их жильцов ждет расселение. Но случится это не раньше 2020 года. Андрей Васильев, Руслан Сидорович, телекомпания «Город». С сегодняшнего дня тепло в квартирах Братска начали отключать. Соответствующее постановление еще в пятницу 24 мая подписала глава администрации Братска Елена Гольцворт. Напомним, коммунальщики ждали, когда на улице установится нужная среднесуточная температура, плюс 8 градусов, и продержится в течение пяти суток. В первую очередь будут отключены жилые дома, производственные административные здания. И в последнюю очередь будут отключены больницы, детские сады и школы. Полное отключение произойдет в течение двух-трех дней. В этом году отключают тепло поздно, говорят коммунальщики. Обычно это происходит в середине мая. Отметим, холодно станет не только в домах. Погода на улице тоже не порадует. На ближайшие дни синоптики прогнозируют не более 12 градусов тепла и кратковременные дожди. Летом ожидается серьезное повышение цен на проезд в поездах дальнего следования. Это связано с гибким графиком регулирования тарифов, который каждый год вводит корпорация «Российские железные дороги». Согласно документу, пик подъема цен на проезд, в том числе в плацкартных вагонах, приходится на начало июня и на большую часть июля и августа. В это время цены на билеты поднимаются на 20% по сравнению со среднегодовой стоимостью. Для примера, сейчас проезд в плацкартном вагоне от Подунских порогов до Москвы обойдется примерно в 5000 рублей, а в середине июля за то же место в том же поезде и по тому же маршруту придется отдать уже больше 6000 рублей. К этому добавим, что уже в сентябре цены на железнодорожные билеты снизятся. Так выглядит подъем на скалу глазами альпиниста. С высоты 40 метров люди на земле превращаются в точки. Глядя на них, бывает, кружится голова даже у опытного скалолаза. Альпинисты-профессионалы, любители и просто увлеченные скалами люди открыли сезон. В минувшие выходные прошли традиционные соревнования по скалолазанию на естественном рельефе. Площадкой для соревнований стал левый берег Ангары. Иркутянин Марк Зелькерман по жеребьевке стартует первым. Серьезно занялся альпинизмом Марк всего два года назад, но уже участвует в категории профессионалов. Он один из немногих иногородних участников. Говорит, местные рельефы просто поражают. Аж дух захватывает. Высоко. У нас таких высоких. В Иркутске-то не так много. Там буквально один-два маршрута. А здесь именно 100-метровая веревка. И можно еще выше. В этом году в соревнованиях приняли участие порядка 30 альпинистов. С брачанами соревновались иркутяне и устелимцы. Первая дисциплина – скорость. Наивысшая точка трассы около 50 метров. Рекорд прохождения чуть меньше трех минут. Чтобы быстро и безопасно преодолеть эту вертикаль, одежда должна быть удобной, а обувь – специальной. Это скальные туфли. Используются участниками для передвижения по скалам. Обычно покупаются на размер или на два меньше. Нога себя чувствует в них некомфортно, но на скале в принципе удобно. Чтобы нога была вот в таком положении, скажем так. То есть максимальное сцепление было внутреннее. Плюс еще сама резина обладает очень высоким трением. Валентин Житихин в скалолазании уже ветеран увлекся этим видом спорта больше 15 лет назад. В повседневности тоже альпинист, только промышленный. Именно он стал победителем в скорости. Его результат – 2 минуты 57 секунд. На крутых подъемах среди женщин круче всех была Екатерина Винокурова. Что, впрочем, никого не удивило. Чемпионский титул она завоевывает уже шестой раз подряд. Каждый зацеп знает здесь наизусть, но ощущения испытывает, как будто лезет впервые. Каждый раз лезешь, каждый раз страшно. Каждый раз думаешь о том, что там с веревкой, как там станция, как там страховка работает или отвлекается. Каждый раз страшно. Среди дисциплин состязания на трудность, прохождение трассы с помощью специального устройства, жумара и подъем в связках. Ежегодно на эти соревнования съезжаются по несколько десятков человек. Для них это не просто спортивные состязания, это встреча старых друзей и единомышленников. И так уже 30 лет. Андрей Васильев, Татьяна Бакулина, Сергей Мажитов, телекомпания «Город». Рисовать целые картины с помощью света. Сравнительно новый вид городского искусства фризлайтинг дошел и до Братска. В эти выходные инициативная молодежь провела мастер-класс, приуроченный к фотоконкурсу «Фризлайтинг-2013». Несмотря на темное время суток, участников набралось больше десятка. Мы начинаем, только пробуем, что-то получается, чтобы какое-то сердечко сделать. Десять раз постараться что-то попытаться. Получилось сердечко. Темнота и современный фотоаппарат – это все, что нужно фризлайтеру. Присутствие света в этом деле категорически запрещено, иначе качественное фото не получится. Большая выдержка позволит нарисовать значок или букву. Чем рисовать, выбирайте сами – фонарики или бенгальские огни. Самое главное, чтобы фантазия была, говорят организаторы, а кисть не имеет значения. На самом деле здесь собрались сегодня личности, индивидуальности, которые хотят научиться прикоснуться, может быть, к прекрасному, попробовать что-то интересное, что-то новое для себя и, может быть, создать свой мир. Фотоконкурс продлится до 16 июня. У всех желающих еще есть возможность порисовать светом. Организаторы говорят, старт новому виду искусства в братский дан. Остается надеяться, что фризлайтинг приживется в нашем городе, как, например, в Москве. Принимаем сбережения граждан под 35% годовых. Все сбережения застрахованы. Телефон 41-31-11. Это мы на первом свидании. А это мы любуемся закатом у моря. И знаешь, он мне сделал предложение, и мы женимся. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» приглашают будущих молодоженов принять участие в фотоконкурсе «Кто куда, а мы жениться». С 27 мая выкладывайте свои самые романтичные фотографии на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены призами. «Кто куда, а мы жениться». Партнер конкурса «Салон печати Чили». Срочно нужны деньги? Займи под залог автомобиля. Машина остается у вас. Городское сберегательное отделение. Звоните 41-44-44. Получить книгу бесплатно, пообщаться с героями сказок и узнать свое будущее. Такую возможность сегодня получили прохожие улицы Крупской. Все библиотекари страны отмечают свой профессиональный праздник. Братские хранители книг не остались в стороне. Отметить этот день сегодня решили по-особенному. Прохожие участвовали в викторинах, отвечали на вопросы, связанные с историей нашего города. Непогода не помешала организаторам провести свое мероприятие. В трехчасовой акции участие приняли около полсотни брачан. Вышли сегодня на улицу, чтобы привлечь внимание к библиотекам и чтобы стать ближе к людям. Чтобы люди знали, что библиотеки, они рядом, они всегда рядом. Рядом с читателями, рядом с жителями. И чтобы люди обратили на это внимание и почаще к нам приходили. Сегодня мы демонстрируем, рекламируем сами себя. Сегодня брачане получали книги абсолютно бесплатно. Взрослое поколение подарком радовалось. А вот молодежь литературу врала с неохотой. Библиотекари, в свою очередь, акцию посчитали успешной и пообещали чаще проводить такие мероприятия. Большой футбол после двухнедельного перерыва возвращается в Братск. Завтра местный сибиряк в рамках первенства России во втором дивизионе. Зона Восток на своем поле примет команду «Байкал» из Иркутска. Матч пройдет на стадионе «Металлург» начало в 6 часов вечера. Напомним, в возобновившемся чемпионате России наша команда провела уже 7 матчей. К сожалению, все 7 проиграла. Сейчас сибиряк располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. Иркутяне на 8-м. До окончания чемпионата осталось совсем немного. Братскому сибиряку осталось провести всего 3 матча. Все 3 пройдут на поле стадиона «Металлург». Первый из них, повторим, состоится завтра. Если хочется купить что-то дорогое, но не хватает денег, все чаще люди берут кредиты. В 2012 году сделать это пытался каждый второй россиянин. Чаще всего своих средств не хватает у людей в возрасте от 25 до 44 лет. Обычно берут в кредиты автомобили и квартиры. А сегодня мы выясним у брачан, что бы взяли в кредит они. На квартиру. Я бы себе купил квартиру, машину и все, чтобы жил хорошо. Или что-нибудь драгоценное купить такое. Я бы взяла 1030 на свадьбу внучки. Кредиты я давно не беру. Не хочется процент платить на квартиру. А много кредитов берете? Вообще ни одному не бралась. Почему вас не соблазняет такая идея? Ну, потому что много процентов переплаты сейчас обманывают большинство людей. На автомобиль, наверное. На жилье, чтобы помочь сыну купить квартиру. А вообще много кредитов брали уже? Ну, нет. Мы берем один, гасим второй. Ни на что, потому что мы уже их набрались. На Lexus LX 570. А часто кредиты берете? Нет, один раз в жизни только. Как, по сути, удовлетворила эта практика? Ну, лучше уж, чтобы были деньги, чтобы не брать в кредит, конечно. Ну, а так что сделаешь? Пришлось. Я бы вообще нисколько не брал. Почему? А потому что мне своих денег хватает. Я пенсионер, инвалид, и мне денег платят нормально. Я вообще-то, конечно, не беру кредитов. Ну, так вот, на квартиру бы, если бы нужна была, я бы взяла. Это вот самое необходимое, я считаю. Имон, машина. Мы бы вообще ни на что кредит не брали. Честное слово. Кредит. Зачем? Любая, как бы, это же зависимость. Не будьте никому должны, да? Ну, а вы вообще когда-нибудь брали кредиты? Брали. Вот потом себя неважнецки чувствуешь после того, как берешь. Я бы маме машину купила. Наверное, купила дом себе. А вы когда-нибудь брали кредиты? Нет, ни разу не хочу брать. Почему? Зачем? Лучше накопить ей. Тут что надо. Внимание всем! Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 413111. Участок совсем зарос. Нужен помощник. На заводе в Петербурге выпускают мотоблоки и культиваторы Нева. Мощные, универсальные, надежные. Мототехника Нева. Техника, которая работает. Срочно нужны деньги? Займи под залог автомобиля. Машина остается у вас. Городское сберегательное отделение. Звоните. 41-44-44. Это мы на первом свидании. А это мы любуемся закатом у моря. И знаешь, он мне сделал предложение, и мы женимся. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» приглашают будущих молодоженов принять участие в фотоконкурсе «Кто куда, а мы жениться». С 27 мая выкладывайте свои самые романтичные фотографии на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены призами. «Кто куда, а мы жениться». Партнер конкурса «Салон печати Чили». По сообщению синоптиков, во вторник в Братске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 3, плюс 7. Днем плюс 7, плюс 11 градусов. По сообщению синоптиков, в среду в Братске облачно. Временами дождь. Ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 11. Днем плюс 11, плюс 12 градусов. Срочно нужны деньги? Займи под залог автомобиля. Машина остается у вас. Городское сберегательное отделение. Звоните 41-44-44. Это мы на первом свидании. А это мы любуемся закатом у моря. И знаешь, он мне сделал предложение, и мы женимся. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» приглашают будущих молодоженов принять участие в фотоконкурсе «Кто куда, а мы жениться». С 27 мая выкладывайте свои самые романтичные фотографии на сайте телекомпании «Город» ткгород.ру. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены призами. «Кто куда, а мы жениться». Партнер конкурса – салон печати Чили.